В домике Савы сегодня целый день гостей. Специально оборудованная комната не столько для развлечения, сколько для лечения и помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Таких через Красногорский социальный реабилитационный центр. Каждый месяц проходит свыше 60. Помогают здесь и ребятам, и целым семьям, которые оказались в категории неблагополучных или же находятся в непростой жизненной ситуации. Помощь оказывается, конечно, родителям в виде консультаций. Проводятся круглые столы, семинары, лекции, занятия, как индивидуальные, так и групповые. Я еще хочу напомнить, что у нас филиалы открыты нашего Красногорского социально-реабилитационного центра в Павшинской пойме, это Павшинский бульвар, дом 32, и в Кутилково, Тамаровича, дом 1. Во всех отделениях центра во Всемирный день встреч устроили день открытых дверей, чтобы любой желающий мог познакомиться с возможностями учреждения, зайти на урок к психологу или посмотреть, как проходит занятие с логопедом-дефектологом. В помощь специалистам по работе с такими заболеваниями, как задержки развития, аутизм и ДЦП не только опыт, но и технологии. «В этом году у нас много замечательного нового оборудования. Мы полностью оборудованы материалами Монте-Сори, особенно для первых лет развития. Нам закупили сенсорный стол, на котором детки могут играть в различные игры». Сенсорное учреждение и целая комната, где сегодня все желающие могли попробовать технику релаксации. После психогимнастики песни, как способ активного отдыха на пенсии. В другом учреждении социальной защиты, Центре соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, на день встреч также запланировали целую программу. «Наш специалист по физической культуре Климова Татьяна Сергеевна показала мастер-класс по суставной гимнастике и мастер-класс по линейным танцам». А еще здесь можно было сделать свой уникальный рисунок на мастер-классе по монотипе или узнать больше о долголетии в Подмосковье. Одноименная программа стартовала в июне и включает в себя бесплатные занятия по компьютерной грамотности, танцам и экскурсии. На день открытых дверей в центр соцобслуживания заглянули три десятка посетителей.